МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители! С вами снова Скудер, и мы возвращаемся к прохождению игры Гранд Туризма 3 со второй PlayStation. Это 14-я серия. И в прошлой серии мы с вами получили такие лицензию, раллийную лицензию. Вот те, кто, может, подзабыл, пересмотрите серию. Ну и в этой серии мы не применим ей воспользоваться. И пойдем в раллийный чемпионат. Вот у нас есть такой вот агрегат Lancer Evolution 7. Сейчас мы ему прикупим нужную подходящую резину, дабы он у нас не скользил. И, собственно говоря, вот, взяли раллийную резину. Так. Тормоза, подвеска. Надо тоже это дело ему улучшить, потому что в ралли все-таки достаточно жесткая подвеска должна быть. Так, я уже, если честно, подзабыл. Турбина, так, что в этой стадии нету, интеркулер куплен. Ладно, сильно большую мощность тоже ставить, наверное, не стоит. В ралли. Она ни к чему. Так, а вот вес можно облегчить. Так, ну что, теперь, думаю, мы готовы к раллийным гонкам. Так, ну что, заходим в самую первую. Таити, таити, таити. Во второй части тоже таити было. Так, и скажу еще, что вернулся я к обычному режиму. То есть я сейчас играю не на руле с педалями, а вернулся я к обычному джойстику. Поэтому возвращаем вид от третьего лица, так скажем. Ну, потому что сейчас у меня руль с педалями некуда вставить. Я совсем обложился всякими девайсами, и у меня, ну, банально, некуда его подключать. Ну вот, поэтому продолжаем на джойстике. Пока наглая пижока. Насколько я понимаю, это 206-я пижока. Что-то не гляну, да. По-моему, 206-я. Вот такая была и во второй части. Туризм. Раллийный, ну, хотел сказать, чемпионат, но не чемпионат, а скорее раллийный режим. Гран-туризма 3, конечно, подпрокачали. Тут и физика. Ну, более адекватно, что ли, стало. Больше похоже вообще, что ты хоть по трассе едешь. По-грунтовой, а не по какой-то непонятной субстанции. Вот. Но все равно... А, ну и излучшений, что еще здесь? То, что на каждой трассе по три, скажем так, сложности. И если пройти их, то, насколько я понимаю, дадут машину за каждую из этих трасс. Ну, вот, таите. Вот там, получается, три гонки будут. Если их все закончить, то дадут раллийный аппарат, наверное, какой-то. Ну, подписчики мне говорили, что... В принципе, я с их слов говорю, что, да, здесь даются машины, именно раллийный аппарат и прокачиваю. Полностью. Вот. Поэтому это, конечно, хорошо. Это плюс. Вот. Из минусов же, наверное, стоит отметить то, что, опять же, все-таки, на каждой трассе надо по три заезда делать. И это... Я, если честно, перед записью немножко поездил. То, что до этого я гонкуризму не получал очень давно, как вы понимаете. И... А тем более, ралли не вижу. Вот. Получается, на этой трассе три заезда. Ну, и вообще, на какой-то, все представлено. И отличаться они будут только количеством кругов. И это... В общем, это нудно. Это нудно, ребята. Один соперник... Один и тот же соперник везде. Каждый из них гонок. На этой же трассе увеличивается только количество кругов. И это действительно... Ой, 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 чуть не занесло. Точнее, занесло, чуть не развернуло. И это нудно. В общем... Я по-прежнему... Собственно говоря... Являюсь... Противником этого режима вообще в игре Гран-Туризма. То есть, своего мнения особо я о нем не поменял. Сам ребенок в второй части, да, Гран-Туризма, когда он появился. Здесь... Да, немножко стало лучше. Ну, в рамках, скажем так, консоли, которая стала мощнее. Мощнее, там, графончик лучше, физика чуть-чуть позволила. Но концепция-то осталась та же. И вот сейчас у нас второй заезд. Первый мы благополучно выиграли. Второй заезд будет абсолютно точно такой же. Но будет отличаться только количеством кругов. Три круга сейчас нам предстоит проехать по этой же трассе. Как вы видите, соперник этот же. Та же самая, Пижон-206. И, по-моему, она даже не лучше, не хуже едет. Сложный старт. Немножко старт проиграл. Ой-ой-ой, это опасно. Мне тут что нравится, это пыль. Вот, пыль, они классно сделают. Прямо едешь, если позади соперника, и ни хрена не... Это прям как дождевая гонка, не знаю, в Формуле 1 здесь. И, кстати, давайте, раз уж мы о ней вспомнили, давайте о ней поговорим. Прошел, значит, этап... Ну, вот, последний этап, который был, это у нас, это был Гранпфри в Венгрии. И, в общем, это была середина сезона. Ну, так как у нас нечетное количество гонок в этом году на середине дистанции Гранпфри в Венгрии, вот у нас была середина сезона. Соответственно, по окончании Гранпфри в Венгрии мы уже за середину сезона перевалили. Вот так вот интересно получается в этом году. И, значит, ознаменовалось это достаточно серьезными переменами в чемпионате. Впервые с начала этого года лидерство захватил Льюкс Хэммитон. То есть, вот, отставая после Гранпфри Испании от Росберли на 42 очка, вот он их постепенно-постепенно выбрал это отставание. Собственно говоря, выиграл 5 гонок при всего лишь той победе. Росберли отсюда и растаявшее его преимущество Росберли. Сзывание по-прежнему между ними небольшое, 6 очков, но теперь уже в пользу Хэммитона. Хотя нельзя сказать, что он однозначно, что Росберли сливался просто постоянно где-то это не везет. Везде претендованный венгрии, в принципе, мог выиграть. Стартовал с пола. Ой, позорно просрал, блин, старт. Чудо прям вообще. Ну и, собственно говоря, можно сказать, что на старте проиграл лонков. Потому что, собственно говоря, тот, кто идет первым, тому проще, тот, собственно говоря, задает темп. Ну и как бы проще контролировать ситуацию. Вот, поэтому я считаю, что на старте он все-таки проиграл гонку. У него были пару моментов, когда он, в принципе, мог, наверное, вернуть все лидерсы, попал по тем или иначе, но не смог. Ну и, в общем, мы имеем то, что имеем. Как я ему сказал, он впервые в Росберг потерял лидерство. Сначала чемпионата. Ну, дальше у нас что там? Редбулы, Редбулы взялись за дело. Потому что поначалу, в принципе, Феррари была таким основным конкурентом, который оказалось вот еще чуть-чуть и сможем приблизиться к Мерседесам. Но нет, Феррари, наоборот, растеряли форму к середине сезона. Ух, вы посмотрите, как он сусается, а? Пежошка. Вот, и Редбулы, наоборот, немного прибавили. И сейчас одну очку общую за второе место между Феррари и Редбулом. Редбул практически достал Феррари. Вот, так что борьба плотнейшая. Там за третье место в чемпионате очень плотно теперь. На третье место вышел Икьярда. В одном очке от него Райканен. Еще в пяти очках там Фетель. И, в принципе, не так далеко и Феррстаббен. Так что, интересно. В принципе, интересный сезон получается. Вот. И, несмотря на то, что борьба опять у нас между двумя мерседесовцами, но, конечно, нокаут между ними потрясающий. И все больше они между ними каких-то терок, каких-то происшествий. Ну, и, в общем, это не может не радовать. Команда мерседес тоже пока, в общем, разрешает бороться. За это им большое, конечно, спасибо команде мерседесе. Вот. Поэтому интересно гонки смотреть. Так, ну, тем временем мы вот одолели и вторую. Гонку здесь втаите. Так, осталось нам последнее. Самое... Ну, не сказать, что сложное, а самое долгое. Пять кругов. Ну, опять же, все то же самое. Тоже соперник, та же трасса, только счетчик кругов увеличился еще на два. Теперь нам предстоит пять кругов преодолеть. Ну, в принципе, трасса не особо сложная, поэтому... Надеюсь, что проблем тоже не будет. Вот. Так, ну и... Давайте еще... Еще, что хотел сказать, пару слов о... Все-таки... Марат Булли и непосредственно об его... На новом пилоте Максе Ферстаппене. Ой, как мне... Не хотелось это признавать. С трудом, как бы, это признал сам для себя даже. Но... Черт возьми, у меня о нем мнение поменялось. То есть, изначально я... Ну, как, наверное, любой настоящий, не знаю, патриот, да, или болельщик, ну, который болеет именно за своего пилота, своей страны. Естественно, не мог я... На Ферстаппена, ну, вот, смотреть... Без какой-то такой, ну, не знаю, презрения, что ли, или даже не презрения, а вот какого-то такого... Ну, чувства обиды, что ли, что вот из-за этого вот щегла выгнали нашего Даньку с Рэдпула. И... Понятно, что, как бы, виноват Тэмферстаппен, но... Да, засунешь эмоции, да. Эмоции, да, не деть особо. Они все равно вырываются наружу. И было такое предвзятое, конечно, отношение к Максу. Но... Надо, опять же, признать, что пацанчик-то своими выступлениями доказывает, что... Ну, в общем, не зря он пришел в Формулу-1. Не зря, может быть, даже его и поменяли. Поставили в Рэдбул. Там, неизвестно, конечно, как бы Даня дальше ехал, потому что сама команда прибавила. Но Макс, конечно, он 18-летний пацан, но едет он, конечно... У него ошибок сейчас все меньше, и он уже начинает Рикьярда обгонять. В квалификациях он пока уступает, он уже сливает. Но в гонках... Хотя, казалось бы, наоборот, должно быть. На одном круге он, вроде как, проще собраться, выжить максимум. А в гонках, вроде как, молодой пацанчик должен ехать не так стабильно, что ли, как Рикьярда. Но у него феномен и как раз-таки наоборот. Он почти в сухую сливает Рикьярда в квалификациях, но он в гонках сейчас уже чуть ли не регулярно стал его объезжать. Хотя в Венгрии проиграл он. Там тоже немножко с тактикой ошиблись. Вот, и, конечно, молодец. Если ничего не скажешь. Плюс мне еще нравится его вот этот агрессивный, неуступчивый стиль и пилотажа, и то, что у него вот характер есть. Дай бог, чтобы его не пообломали. Мне бы хотелось, чтобы он вот эту агрессивность именно в поведении своем оставил. Чтобы он, ну, как я уже сказал, не пообломал мир Формулы-1. Потому что, ну, кто смотрел его выступление, да, он уже второй год выступает. Получается, вот, когда ему даже командные какие-то приказы, да, по радио там передают, и он и противится, и говорит, нет, ну, допустим, пропустить напарника, да, а он в штыке. Нет, говорит, я не буду его пропускать. Почему я должен это делать? Иди все лесом, я еду в своем темпе. Хочет обгонять, пусть обгоняет, пусть сможет. Вот этим мне он и нравится. Нету сейчас таких вот мало очень пилотов. Со всей этой идиотской толерантностью, вот этой вот постоянным каким-то сейчас слезоблюдством во всем спорте. Постоянные эти улыбочки, у всех все хорошо, все такие позитивные. Да, блин, это спорт, это каждый за себя здесь борется. Понятное дело, команда тоже важна, но там и личности бьются. А сейчас вот это все приглаживается, такое все, каленое, аж иногда противно смотреть. Внение не дают свое высказывать, а он такой вот молодой и дерзкий. Так что я потихоньку меняю о нем. Да, собственно говоря, уже поменял о нем мнение. Санчик молодец. Вот. Ну а вообще для меня героем гонки в Венгрии это стал, конечно, Кимми. Айсмен молодец, он закосячил хвалу. Квалификация была там дождевой, ее на частности вы откладывали. Еще ливень был такой, как, я не знаю, как в Малайзии где-то, на экваторе. В Венгрии зарядил одно время. Но третья сессия все-таки уже была полностью сухой. Вот. И Кимми лишь 14-м стартуя смог прорваться на шестое место. Молодец. Много обгонов. Классно резину берег. Просто в конце, кстати, у него опять было интересное сражение с темно-максом Герстапина. И у них в этом сезоне, по-моему, это уже третья схватка была. Может, даже четвертая. И опять Кимми ведь не смог его пройти. То есть, пацанчик еще умеет не мало того, что умеет обгонять. Умеет уже и защищаться. Ну, правда, там спорный момент, конечно, был. Кимми там чуть-чуть часть переднего текателя потерял на этом. Потому что Макс там вилять стал слишком активно. И, в принципе, правилами разрешается всего один раз сменить траекторию при защите позиции. Но он там вилял больше одного раза. Два раза получилось даже, может быть, три. Вот, поэтому Кимми там, уходя от столкновения, снес себе часть оперения переднего текула. Чем не применил, конечно, потом, после гонки воспользоваться. Стал там недовольно высказываться в адрес Макса. Но, в итоге, все оставили так, как есть. Никого не наказали. Никому никаких штрафов не впаяли. Так что, итоги гонки остались. Ну, такими же, собственно, как и в финишном протоколе. Вот. Интересная, в принципе. Гонка была достаточно. Хотя, обгонов было не так много. Но напряженной борьбы было достаточно. То есть, мы гонку эту смотрели с Базилиова. Ну, и я ему как раз говорил. Бася, ты не представляешь, в каком я сейчас напряжении сижу. Последние там 20 кругов я с зубами скрижетал. Ну, как раз было несколько таких очень плотных сражений. Как раз Росберг там за лидерство догнал Хэмильтона. И оператор не показывал эту борьбу. То есть, там на тайминге видно, что там очень плотный среди них. Полсекунды. Это в этом районе было. А борьбу режиссер сосредоточился как раз на борьбе Максом Киммель. И я там бомбил просто по этому поводу, потому что, как так, не показывают борьбу-то за лидерство. Её моё, грубило-вопрёт. Как раз они там круговых догнали. Вот. И прям очень напряжённый момент такой был. Ну, вот. Прикольно. Ничего, нормальная гонка такая была. Вообще, в принципе, таких откровенно скучных гонок я что-то не припомню в этом сезоне. Но везде борьба, в принципе, на всех уровнях постоянно шла. А вот, и следующая гонка будет. У нас Гран-при Германии уже в эти выборные. Так что, всем смотреть обязательно. На родине Росберга может отыграться парнишка. Так, ну, тем временем, стоите мы покончили. И сейчас должна быть какая-то машина. Что же это будет? Ооо, это у нас Целика. Целика GTO. В раскрасочке Кастрол. Ну, ништяк-ништяк. Хорошо. Это у нас первая гоночная машина уже полностью. Воспользуемся ею. Обязательно. Так, что у нас тут? Блин, столько еще этих ролейных трасс здесь, кошмар. А, гляньте-ка, последние две. Это не ролейные трассы, а это городские эти. Special Stage R5. И, по-моему, это дождевая она. Я еще помню из обзора в журнале Official PlayStation. То, что там прямо режим вот этот ночной, ночного города под дождем. Его прям так хвалили, что, мол, настолько красиво. Вот таких эффектов нигде еще никогда не видели. Вот, собственно говоря, целика такая вот у нас. Так, и давайте немножко, наверное, мощей добавим. Я думаю, во второй гонке там соперник будет покруче. Если, в принципе, в первой не удавалось-то оторваться от бежок. Там больше, чем полторы-две секунды. То на второй гонке вообще будут проблемы с этим наверху. Так, благо бабосики есть. Заработать. Так, ну и ходовая часть тоже немаловажна. Она, так, сыграет роль на разгонах в основном. Так, сцепление. Маховик. Благо тут, в принципе, достаточно дешевые части, запчасти. Гарданный вал. Что еще? Коробка, коробка. Полностью настраиваемая. Естественно. Ну, в принципе, у нас план серпус лета в апгрейде будет фактически полностью прокачан. А эти LSD-масты не буду ставить. Толку не дает. Это надо лезть в настройки его. Вручную настраивать. Она почти не дает преимущественных настройок. Таити Мейз. Что-то тоже знакомое. Таити Мейз, по-моему, тоже была во второй части такая трасса. Сейчас посмотрим. Ой-ой-ой-ой. Да, да, была эта трасса. О, смотрите, а против нас тоже семерочка ланса. Только гоночная. Е-мое. Сейчас я ему сливать буду. Да, была во второй части эта трасса. Это трасса, состоящая, собственно говоря, из одних тещинных язычков. В принципе, во второй части я пригасился к ее прохождению. Надо я не совсем параллельному проходить эти язычки. Ой-ой-ой-ой, что ж теток? За это самое, заносит так. Оторвался от меня балансер. Так-так, все, надо аккуратнее ехать. Я ее... Я эту трассу, в принципе, помню. Сейчас. Глянем кучу языков тещинных и финиш по асфальтовым. Асфальтовым, насколько я помню. Да что ж такое-то, а? Ты поглянь. Как раскручивает. Ну ладно, доедем уже до финиша. Грубать. Потому что... Ну, просто вспомнил вот раз. Где, как, что-то. Ну, что-то, блин, как ты это... Покрытие совсем не было, я не знаю. Ну, что-то, как-то, как-то, подбешивает, как его это крутит, блин. Как будто я тут на льду еду, я имею. Полноприводная машина на грязевой резине. Кстати, он не настолько-то и оторвался. Так, да, и вот финиш, но вообще, после вот этой эски, да ё-мо-моё, будет. Да, и заканчивая с Формулой-1, хотелось бы ещё пару слов про Даню сказать. Даня чё-то разочаровывает, потому что, как его пересадили с Рыкулов-Коророса. Так у него результаты и упали. Видимо. Хотя он так на публике, на... Журналист, у него, прибыль, не держится. Бодрячко, говорит, что, типа, это никак практически не задело, что он нормально, работает в свою работу и всё. Но видно, что результаты этого не упали. То есть, после вот этой вот замены, рокировки, понимаем, психологически он... Ну, не хочется говорить такое слово, как надломился. Но, если честно, на ум только оно-то, собственно говоря, и приходит, без слова. Вот. Потому что даже на фоне Карлоса Сайнца, он... Он ему практически постоянно в квалификациях проигрывает и очков набирает, хотя Сайнц регулярно попадает в очки. Вот. Ну, да, там настройки, он говорит, не попадают и прочее. Но, возможно, что тут проблема-то будет. С настройками. В конце концов, настройки можно... Ну, за чемпионат они не борются, можно и у Сайнца подглядеть. Если у твоего напарника идут дела лучше, то возьмите его настройки. Подрегулируют, подкорректируют. Видимо, просто он не может ехать в своем темпе. Не мешает ему надлом психологический. Вот. Так что... Туророса там как бы говорят, что... Ему переживать не стоит и его вроде бы как продлят на следующий сезон, но пока контракта нету. Дай бог, чтобы, конечно, подписали его. Но результаты, конечно, неутешающие. Так. Ну, тем временем, вот, первую гонку все-таки одолели и удалось их вытащить. Я, если честно, удивлен. Ну, значит, тут не такой грозный соперник, как я... Как я считал. В принципе, с ним можно бороться. Даже... Даже вот я ехал так. Не в полную силу, скажем так, ошибался. Вот. Ну и что еще? Ну, в принципе, наверное, все. Вот. О Дане. Вот такие мысли. Ну и... В целом, в целом, о чемпионате... В принципе, не хотелось бы, чтобы сейчас Хэмилтон в отрыв пошел, поэтому надо, чтобы Розберг тоже... В Германии может отыгрался. В принципе, нет. Практически по барабану, кто станет чемпионом мира. Ну, хотя нет. По барабану мне сейчас не хочется, чтобы чемпионом стал Розберг. Ну, потому что чемпионский титул он уже заслужил. Вот. И если все-таки он станет чемпионом мира, то... Ну, в команде будет два чемпиона мира. Это уже все другое, нежели... Хэмилтон опять возьмет титул и... В команде будет один и четырехкратный чемпиона другой. Соискатель только постоянный на чемпионство. Это уже будет довольно большой разрыв, конечно. Вот. Поэтому... Мне просто хотелось, чтобы была, шла плотная борьба между ними. А и чтобы в итоге все-таки Верх взял в этом году Розберг. Дадо бы немножечко шансы уравнять. В следующем сезоне. Потому что там уже могут просто сказать парень, ну, как бы... Сам видишь, да. Один уже... Три титула завоевал, ну, а ты как бы... Что-то тут барахтаешься. Ну, что никак не больше. Хотя, в принципе, по скорости действительно между ними разница. Ну, совсем небольшая. Вот. Ну и, наверное, все на этом. Пока. Все новости о Формуле-1. Еще раз скажу, что в эти выходные будет гонка. Получается, какой-то 31 июля. Вот. Так что, всем смотреть Гран-при Германии. Трасса Хикенхайм-Ринг. Обалденная трасса. Даже после перестройки. Вот. Так что. Милости просим, как говорится. Я, кстати, всегда перед гонкой в группу ВКонтакте скидываю ссылку на... на просмотр гонки. Так что. Заходите туда. Сведите, как бы. Вот. Можно будет там... Поглядеть. Тем временем. Объемся уже на... Второй трассе. Три круга. Тот же самый лансер. Два лансера. Объемся, выясняем, кто из нас. Короче. По этой трассе, если честно, поинтереснее ехать, чем по предыдущей. Она подлиннее. Ну и вообще, вот эти тещины языки они... Ну как-то их прикольнее проходить. На той трассе чуть не уснули. Ох, вы гляньте, как мы с ним бок о бок вальсировали. Не, ну прикольно. Когда такая вот борьба напряженная, в принципе, как-то разнообразивает. А, ну еще какой, хотел сказать, плюс-то, да, тролейного режима, именно вот здесь, в третьей части, с минусом второй, это то, что денежный приз стал, ну, варьироваться. То есть, сложность увеличивается в гонке, ну, или количество кругов хотя бы увеличивается, да, и призовые увеличиваются. Это тоже, конечно, ну, некий стимул. Ну и машины стали давать, и умает. Причем здесь машины дают, не понимаю, прокачанные, все сразу гоночные. То, во второй части, ну, реально, вообще никакого стимула не было. Проходите-то эти ралли однообразные абсолютно. За гроши, за копейки, которые там даются. Ну, в общем, там это вообще было. Ну, реально пыткой. Здесь хоть какой-то получаешь бонус с этого, есть смысл проходить их хотя бы ради тех же машин, прокачанных, хороших. Даже если тебе не нравится ролейный режим, ну, да ё-моё. Ну, вообще жесть. Это ж надо было. Вот там запилиться. Вот что-то после прокачки у меня лансер стал немножко как-то себя неадекватно задняя ось вести. Вообще, иногда как задний привод на машину. Так, надеюсь, я его за круг смогу достать. Вот, поэтому, да, здесь в третьей части, конечно, ролейный режим все-таки такой поудачнее. Есть, повторюсь, смысл его проходить, дабы получить хорошие машины. Которые, ну, естественно, хоть они и ролейные, но их можно так же будет использовать и дальше где-то в кольцевых конках, на асфальте. Ну, то есть здесь с этой точки зрения как бы большой плюс. Вот. Но все равно. То есть, несмотря на все вот эти улучшения, да, плюшки, которыми вроде как зазывать стали сюда в районный режим, сам по себе он, ну, не знаю, все равно вот он какой-то скучный что-то. Может, если бы сюда больше машин запустили на трассу, и как-то сделали это не просто в режиме одиночной гонки, и вот что мешало им вместо вот того, что наяривать по одной и той же трассе там три раза, да, просто увеличивая число кругов. Взяли бы чемпионатик сделали небольшой из трех трасс просто. Так же, как бы начальные чемпионаты, польцевые. Три трассы и начисление очков. И допустим, ну, не два соперника, точнее, не один даже, как здесь, а, блин, ну, хотя бы три, чтобы четверо нас гоняло там. Как-то так. Кстати, они это сделали потом, начиная с пятой части, там появятся такие мини-чемпионатики. Вот. Ну, в общем, видимо, к третьей части они еще до этого не дошли. Именно поэтому здесь ролейный режим ненамного-то и развился. По сути, развития вообще никакого нет. Да, я продолжаю его критиковать, да, играю в него, но играя в него, я его и критикую. Ну, потому что действительно он ну, убогий он, убогий. И концептуально он от того, что было во второй части, не отличается ничем. Все абсолютно то же самое. Только с новой графикой, с новой, там, обновленной физической моделью. Ну, и еще вот с какими-то небольшими плюшками в виде, там, увеличенных призовых и то, что машины были. А так, внутри-то абсолютно то же самое. Причем графический рывок это ну, это заслуга не гейм-дизайна абсолютно, а не просто железо нового. Кстати, в принципе, не так долго осталось до выхода новой Гран-Туризма спорт. Она у нас, ну, если кто не знает, выходит в ноябре. Тьфу-тьфу, если не перенесут. Надеюсь, что все будет нормально. И слава богу, что там не будет никаких ролейных режимов. Там будет чисто кольцо, кольцевые гонки. Причем, игра будет очень сильно завязана на онлайн. И онлайн, судя по всему, наконец-таки допилят. потому что, давшую часть онлайн стал удобнее немножко, немножко скорость больше, но все равно много еще так было над чем работать. И они поработали, судя по всему. Судя по тому, что я вижу в многочисленных уже роликах с бета-теста. Вот. Это хорошо. Это, кстати говоря, Grand Tourism Sport подтвердили разработчики. Это неполноценная Grand Tourism 70. Вот так думал. Нет, это не так. это будет ну, что-то наподобие Grand Tourism Prolog. как в 2004-й части выпускали. То есть, такая типа, расширенная демо-версия. Ну, демо-версии ты, конечно, уже абсолютно не назовешь, потому что там будет больше 100 машин под 200. Это уже обновление онлайн. Онлайн крутой достаточно. о чем можно говорить, если вы в принципе в онлайне в Grand Tourism Sport сможете себе получить реальные гоночные права. вообще никакая игра еще даже близко не помогала. Тут уже настолько они завязались с реальностью, договорились с FIA и вот эти церемонии награждения наравне с реальными гонками. Ямаучи, конечно, большой человек, можно сказать, всю жизнь стремился к этому. То есть протащить реальность в гонке. В виртуальной гонке протащить реальность или же наоборот в реальность протащить виртуальность. В общем, соединил эти два наших мира всегда он об этом говорил и вот у него получилось, идет, развивается первым шагом это было Nissan GT Academy, безусловно. Сейчас это вот еще дальше шаг, что чемпионаты будут внутри игры проводиться с маршалами, с какими-то, с правилами абсолютно реальными, реального мира реальных автогонов. Ребята, это уже не шутки, просто покатушки какие-то, тихоньки-хахоньки. Раньше ребятам, кто гонял в онлайне, приходилось самим как-то это все договариваться между собой о правилах, а здесь все, здесь будут специальные люди, маршалы, которые судят реальные гонки, также будут абсолютно на таких же условиях судить, смотреть, выдавать если понадобятся штрафы в виртуальном мире игра-туризма. И это, конечно, это круто. Прямо. Это надо будет попробовать. Значит. А насчет прав это тоже было сказано. реально лицензию гонщика будут выдавать по итогам каких-то сверхсложных испытаний. то есть прям туризма, спорт будут доступны какие-то испытания. Видимо, их усложнят еще, чтобы не каждый смог их пройти. Только тот, кто действительно достоин, скажем так, Кто докажет, значит, сами будут сидеть, пытаться учить лицензия. Правда, не совсем понятно, как она будет действовать. Да, лицензию не выдадут с вашей фотографии даже, в принципе. Но где она будет действовать? То есть она будет действовать с этой лицензией, можно будет пойти, скажем так, вот в эти вот онлайновые гонки, там, то есть она в виртуальном мире как бы действовать. либо же с этой лицензией можно будет поступать уже и в реальных гонках. Там, конечно, много своих но будет уже в реальном автоспорте, там, деньги и прочее, но факт остается фактом. Лицензия тоже немаловажный фактор. Тут она у вас уже будет. Хотя нет, с другой стороны, именно говорилось, что в реальных гонках она будет доступна. то есть получается вы в гран-туризма спорт получаете лицензию, проходите эти испытания, да, они сложные, да, да, физика, конечно, там еще больше шагнет вперед, но все-таки это как бы игра, да, это ты сидишь за монитором, и пройдя эти все лицензии, все эти испытания, тебе выдадут реальную гоночную лицензию. Но я так больше сейчас рассуждаю. С другой стороны, почему тут удивляться, если уже этот же самый проект не доказали, что возможно сделать просто человек, который всю жизнь сидел просто за монитором и играл в компьютерные гонки, тоже гран-туризма, сделать абсолютно абсолютно скажем так международного стандарта гонщиков. Многие из них выпускников, я сейчас про GT Академию, многие из выпускников в GT Академии сейчас ездят в разного рода международных чемпионатах вплоть до Лимана, и даже младших серий формул поэтому в принципе эта модель доказала себя, что она жизнеспособна. Вот. Ах ты зараза, смотрите, пролезка. Так что может быть ничего здесь в принципе убедительного и нет. Человек получивший лицензию гоночную внутри игры вполне будет способен на равных сражаться с людьми как это может быть не смешно звучит, но с людьми, которые там всю жизнь отдали бонком, но ведь доказали же чертяги, что может. Это же я не просто так говорю. так что посмотрим, посмотрим. В принципе осталось до выхода туризма три месяца, но чуть больше. Она в конце ноября выходит по-моему 25-го или 26-го. Кстати, в PS Story уже предзаказ висит и висит уже достаточно давно. кстати, я уже говорил по-моему. И главное блин стоит каких-то баснословных денег на две версии одна обычная одна коллекционная и даже обычная версия 4 вбаса а коллекционка там вообще под пятером. То есть сумасшедшие деньги конечно. Но черт возьми она того стоит. Представьте какую следую. потратили 4 тысячи на эту игру. Вы в принципе в теории способны на этом получить гоночную лицензию настоящую. А еще и выиграть какой-нибудь чемпионат виртуальный и вообще поехать куда-нибудь в Париж на церемонию награждения и стоять рядом с Хэмильтоном там Росбергом чемпионами мира по ралли и прочими выдающимися личностями из мира автоспорта. Это же круто. Такая возможность за всего-то 4 рубля. Так, ну вот. Значит прошли мы с вами очередную трассу на Таити. Побывали в виртуальном Таити. Отдалили лансера. Так, ага, еще одна машина. Что же нам дадут теперь? Ага, очередной раллийный аппарат полностью естественно гоночный, прокачанный. Это у нас спорт и спорт. Ну, отлично. Отлично. Тем более, это не японка. Это у нас американец. Вот. Ну и блин, трасс, черт возьми, оно немножко удручает. Ладно. на этом сегодняшнюю серию будем заканчивать. по крайней мере, ездить больше не будем. Сохранимся сейчас. И что я хочу сказать. Естественно, не будем так делать, что несколько серий подряд ралли, вот пока не пройдем, нет, будем чередовать, потому что это достаточно, ну, как мне кажется, ралли все-таки скучнее режим, чем обычные гонки здесь, гран-туризмовские. Вот такой вот эскортик. И следующая серия она будет не про ралли. Пройдем какие-то дальше кольцевые чемпионаты, асфальтовые. Вот. Ну и там может быть, может через серию как-то буду чередовать. Может через две. В общем, пока я сам, если честно, от ралли уже устал и надо сделать перерывчик, так что в следующей серии покатаемся по асфальту. Вот. Такие дела. А, да, кстати, я говорил, что он американец и может быть попробуем на нем что-то американской пройти. Ладно, это будет уже в следующей серии. Посмотрим. Ну, а так, что, с вами был Скудер, как всегда. Надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, все ссылки под этим видео. Ну, и что же, увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока и будьте осторожны на дорогах общего пользования. субтитры сделал DimaTorzok